МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии Евгения Даровская. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях этого дня. Смотрите в выпуске. Начало. В Барнауле дан официальный старт памятным мероприятиям ко Дню Победы. Чужих детей не бывает. Дети бегают, играют, он себе не может этого позволить. Восьмилетнему Глебу срочно требуется помощь на дорогостоящее специальное питание. По сусекам поскребли, по амбару помели. У меня главный секрет. Я тесто выквашиваю до определенного момента, чтобы оно к рукам уже не липло. Чья булка самая вкусная? Четыре жизни унес пожар в Аллейском районе. Сообщение о возгорании в одном из домов села Вавилон поступило в пожарную охрану около полуночи. К моменту прибытия пожарных одноэтажный деревянный дом уже был охвачен огнем. 50 квадратных метров тушили 9 человек, но спасти жителей, к сожалению, не удалось. Очевидно, что находившиеся в доме вовремя не заметили возгорания. Сообщение от очевидцев в службу спасения поступило с опозданием. Также, со слов свидетелей, известно, что трагедии предшествовало распитие спиртного. Причины случившегося устанавливаются. Как вести себя в экстремальных ситуациях? Накануне в условиях, приближенных к реальных, отрабатывали специалисты горэлектросети. В Барнауле стартовал трехдневный конкурс профессионального мастерства для электромонтеров. На конкурсе побывал Андрей Дреер. Ему слово. Электричество, конечно, но нужно еще и пожар уметь затушить, и человека спасти. Барнаульские энергетики провели конкурс профессионального мастерства для своих электромонтеров. 12 команд и 4 этапа. Самые главные останутся за кадром теоретически и технологически. Но сегодня мы сняли не менее важные, наверное, два этапа. И электромонтеры перевоплотились и в пожарных, и в санитаров. Посторонние выйти из зоны возгорания. Собрались, проверили средства защиты, оделись и в бой. Сначала оборудование нужно обесточить. Включаем автомат. Кидры 1, 2, 3, 4, разгружены. Когда прибор отключен, можно начать борьбу с огнем. Условия приближены к реальным. Возможность возгорания на подстанции исключать нельзя никогда. Это все-таки конкурс, но в каком-то смысле и учения тоже. Электромонтеры должны... Соответственно, определить для себя какие-то моменты и пути совершенствования своих навыков и умений. Конкурс профессионального мастерства традиционно проводится, ну, обычно раз в 2-3 года. Пламя потушили, а теперь спасать людей. Электромонтер должен быть готов освободить пострадавшего от действия электрического тока и оказать первую помощь. Вдох. Вдох прошел. Пульса нет. Насколько оцениваете себя, как у вас получилось? Ну, я думаю, в общем-то неплохо получилось, но сказывалось волнение, поэтому, может, какие-то ошибки и были. Но в основном бригада, по моему мнению, сработала хорошо. А в реальной жизни приходилось сталкиваться с такой ситуацией? Мне, ну, с похожей приходилось, но, как бы, вот именно реанимацию проводить нет. Завтра и послезавтра пройдет технологический этап. Там электромонтеры будут работать на линиях электропередач и электроустановках. А если что, загорится, они уже готовы. Ситуации, не придуманные с такими, барнольские электромонтеры могут столкнуться, в принципе, в любой момент. И, возможно, спасти кому-то жизнь. Андрей Дреяр, Николай Шилко. День с толком. До 9 мая еще две недели, но подготовка уже началась. Сегодня в Краевом дворце молодежи торжественно открыли две патриотические акции. Вахта памяти и Георгиевская ленточки. Поучаствовать в них могут все желающие. Побывала и наша съемочная группа. Подробнее о том, как готовиться к празднованию Великой Победы, прямо сейчас расскажет Андрей Дреяр. Сегодня он как раз находится на открытии вахты памяти. Андрей. Здравствуйте, Евгения. Да, действительно, самое начало мероприятия. В эти минуты в Краевом дворце молодежи открывается региональный этап всероссийской акции вахта памяти. Мероприятия будут проходить в течение всего года. Это и работы поисковых отрядов, и проведение выставок, и патриотических мероприятий. А сегодня волонтеры возложат цветы к мемориалу славы в Барнауле. Также сегодня во дворце молодежи работает общественная приемная судьба солдата, в которой каждый сможет узнать судьбу своих родственников, участников войны. И открывается акция Георгиевская ленточка. Вот барнаульцам раздают ленточки и символы победы, и воинской славы. Кстати, на сайте волонтер победы сказано, что предпочтительно носить этот знак на груди. Именно знак, поскольку ленточка не просто украшение, и мы напоминаем, что прикреплять ее к сумкам, машинам, и тем более к домашним животным, ну, нежелательно. Как прошла акция, расскажем уже в вечернем выпуске. Евгения? Спасибо, Андрей. Ну, а мы продолжаем. Восьмилетнему Глебу из Шилоболихинского района срочно требуется помощь. В ноябре прошлого года ребенку поставили страшный диагноз – опухоль мозга. Сейчас мальчик не может двигаться, говорить. Экстренная операция, химиотерапия и дальнейшие процедуры вызвали осложнение. Теперь питание возможно только через зонт. Суточная норма стоит полторы тысячи рублей. Конечно, хотелось бы, чтобы он полноценно мог вести образ жизни, что вот дальнейшее лечение нам нужно, чтобы питаться как положено, но не через зонт, как на сегодняшний момент он питается. Ну, и мог как-то себя обслуживать, что самостоятельно, потому что он слышит, реагирует, как-то дети бегают, играют, а он себе не может этого позволить. Для того, чтобы вернуть ребенка к нормальной жизни, необходимо подобрать препараты, пока организм их не принимает. Совсем скоро Глебу проведут еще один курс химиотерапии, после чего определится дальнейшее лечение. Но продолжать его очень дорого. Мы просим телезрителей помочь спасти Глеба и перевести любую сумму на номер банковской карты, который сейчас вы видите на ваших экранах. Ну, а сегодня в Барнауле рассказали, как будет организована выдача путевок в детские сады. Напомним, их начнут выдавать уже завтра. Подробный сюжет на эту тему смотрите в ближайших выпусках. А пока расскажу о том, что алтайские школы попали в список лучших в стране. Рейтинг опубликовало агентство РАЭКС. Оценивая учебные заведения, эксперты брали во внимание количество учеников, которые после окончания школы поступили в ведущие вузы России. Так, в список лучших школ страны уже в пятый раз попала 42-я Барнаульская гимназия и в четвертый раз Бийский лицей-интернат. Ну, а вот впервые в рейтинге появился Барнаульский лицей номер 124. Он на 250-й строчке из 300 возможных. Вкус любви пекарей к своему делу сегодня узнавали в Барнауле. Здесь, на ежегодном конкурсе, встретились самые лучшие и смелые повара-булочники со всего края. Их, кстати, было всего восемь. Анастасия Дороган продолжит. Опыт не всегда равен резвости. Одна из самых старших участников конкурса Елена Зарытова, а самый последний готовит булку к выпечке. У меня главный секрет. Я тесто выкашиваю до определенного момента, чтобы оно было, вот к рукам уже не липло. Поэтому я долго задержалась. Не спешить можно, а никто не осудит. Пекари не спортсмены. Да и секрет приготовления у каждого свой. Казалось бы, рецепты по канонам, но одни и те же булочки у двух авторов получаются совершенно разными. И не только внешне. Александр Никитин дома готовит черемуховые плюшки с переплетением теста. Здесь оригинальный чай с кунжутом. Супруга Светлана поддерживает его, но сегодня в ранге соперника. В 2018 году мы определили самое лучшее зерно. Это в Приобской почвенно-климатической зоне. Восточная колонда, западная колонда, к сожалению, показала не очень результаты в прошлом году ввиду того, что, конечно, климат подвел, было много дождей. Жесткое зерно превратить в нежнейший хлеб – тоже навык. Его определяют как раз на таких конкурсах. Булку черкезовскую, сдобную, с помадкой, свердловскую, нарезают ломтиками, как элитные сыры. И никакой усмешки. Испечь не только вкусную, но и правильную булку, чтобы слои теста рассыпались в руках – искусство, хоть и технологическое. Правильно произведено слоение, в первую очередь, теста. Правильно произведено брожение, формовка. Закладка сырья соблюдена. Кстати, предвзятости на этом конкурсе быть не может. Каждая булка зашифрована. Интригу сохранят до августа, тогда в крае и узнают имя лучшего пекаря. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком. Ну а в выходные в Барнауле прошли самые масштабные за последние пять лет состязания по кунг-фу. Почти 500 спортсменов со всей России соревновались в красивом китайском боевом искусстве. Как город на один день стал столицей кунг-фу, выяснила наша съемочная группа. Эти грандиозные движения – часть боевого искусства. Эксперты утверждают, заниматься кунг-фу можно в любом возрасте. Участники чемпионата это только подтверждают. Здесь бойцы от 4 до 35 лет. Показать свое мастерство в Барнаул приехали 480 спортсменов из 23 городов. Я очень долго доказывал, что именно Алтайская земля находится как бы посередине нашей страны, и что удобно будет приехать и Дальнему Востоку, и удобно будет приехать и Центральному округу. Потому что когда мы проводим в Москве, Санкт-Петербурге, Дальний Восток и не вся Сибирь может позволить себе приехать на такие соревнования из-за того, что очень далеко. Спортсмены соревновались весь день. Они приехали, чтобы показать, чего смогли добиться за год тренировок. Основных критериев оценки жюри 5. Демонстрационная техника, полноконтактные бои, выведение соперника из равновесия, бои на мячах и борьба. Те дети, которые в тренировочных процессах преодолевают в простых упражнениях трудности, они вырабатывают характер, и им пригодится при уже дальнейшей своей деятельности. Они не будут, не получилось, сложили руки, ушли, они будут бороться, поставили цель и идти к этой цели пути. А реализовать свои возможности, то, что у них в мыслях. Кстати, первый чемпионат Федерации кунг-фу России тоже проходил в Барнауле. Это было 6 лет назад. И с каждым годом количество участников только растет. Дарья Ида Миллер, Николай Шилко, День с толком. Ну а далее о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». У меня на этом все новости. Полная картина дня в вечернем выпуске новостей в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова